привет давно не было слышно только что разговаривали привет это я так как всегда мы запускаемся немножко раньше а потом делаем как будто бы официальную часть так что привет да давно очень давно я так понимаю мы последние писали в карпатах когда я был да да в конце августа если не ошибаюсь это было да ну или в середине в конце потому что в сентябре мы там планировали но что-то не допланировали но тут я могу объяснить почему сентябре мы планировали и но у меня случился тату-фестиваль которому я сначала готовился потом в нем участвовал а потом еще на автопати после тату фестиваля я как-то очень классно провел время пообщался и заболел к видом и две недели я просто провел дома валяясь без сил и желание вообще что-либо делать и после к вида как-то вода не сложилось я вернулся к работе у меня долги какие-то ну по заказам само собой две недели вообще ничего не делал ни отправок я всем сказал что я на карантине а потом ну как бы хочется уже закрыть все гештальты все рабочие это нюансы и активно как-то ворваться во всю эту историю и собственно всем этим занимался а потом случились съемки благодаря тебе которые случились собственно их съемкам я тоже как-то готовился я не знаю драйл полы я не хотели они ко мне приехали я конечно гипотетически это имею ввиду но какие-то порядки знаешь есть же какой-то вот этот рабочий кураж когда что-то валяется потому что ты привык его туда класть и такой ну блин это странно если во время съемок например на столе будут какие-то там не знаю ведро масла будет стоять ну условно я пораспихивал по полочкам все красиво что ну я в принципе всегда когда заканчиваю работать убираю за собой все поверхности подметаю там если надо но если или мою даже если засрался но как-то чувствовалось какая-то ответственность перед и перед людьми которые мне будут снимать и перед зрителями знаешь я какой-то мандраж был такой внутренний поэтому как-то ощепительно к этому всему отнесся да и наверное сказался сильно опыт был точнее его отсутствие опыта в съемках то есть не совсем было понимание как это все будет происходить ну вот так как я понимаю у тебя то все-таки есть какой-то ну ты себя часто сам снимаешь или жена тебя снимает у тебя есть какой-то вайп и уже какая-то привычка а у меня этого всего нет и плюс какой-то уже не есть уже не синельникова есть какой-то вот это телевизионный еще бэкграунд и в моем восприятии все это было знаешь что целая съемочная команда прибежит знаешь с этими огромными огромными эти камерами которые в проходе не помещаются знаешь какая-то такая картинка была в голове и что там просто еще один человек ну да по факту оператор ведущий и продюсер который на фоне контролирует все это чтобы картинка была как это в порядке и иногда вкидывал какие-то вопросы но очень интересный опыт но я просто смотрел как бы как вышло ну то что получилось с тобой и тот выпуск которым я снялся он еще не вышел сейчас такой должен по идее в этом месяце так я понимаю они они сказали что харьковом хотят закрыть сезон а сезон по идее должен закрыться вот до конца года и по идее вот наверно ближайший кидать не выйдет но последний был винница насколько я понимаю я его еще не посмотрел а посмотрел полтаву вот сейчас был с винницей ну и наверное следующий то может я просто не отслеживал сколько всего нас снимали но они что он так нормально как колесили но как я понял бы то ли 9 будем то что-то такое то ли 8 лет они говорили я уже точно не помню но в любом случае прикольный проект я мало что посмотрел как-то я все откладываю знаю чтобы на храпом посмотреть все подряд знаешь и сделать какой-то концепцию для себя какой-то вывод уже а наверное все-таки больше жду свой выпуск чтобы сначала себя оценить ну страшно немного как-то потому что все равно когда тебя снимает совсем другое чем когда ты готовишься плюс камень меня меня прямо спросили могу ли я по украински разговаривать я сказал что могу и они так обрадовались что хоть один будет украиноязычный персонаж из харькова они прям реально обрадовались такие ты реально ты ты можешь давно пожалуйста пожалуйста я такой кайф ну ну кайф конечно но проблема в том что мне пришлось кроме того что думать что я говорю мне еще ну так как все-таки посевдневно в харькове говорю на русском потому что вокруг русскоязычное окружение мне приходилось еще знаешь тормозить себя и думать о том правильно ли говорю что я говорю и правильно ли я подбираю слова на украинском плюс еще параллельно я думал куда деть мне руки что я с ними делаю и еще знаешь так странно смотреть ли в камеру или куда смотреть или на мало опыта участие в съемках немножко стрёмно тут надо проще относиться это когда знаешь тебя приглашают например в студию на телевидении вот они там сразу говорят какие камеры что снимают и куда смотреть ну примерно так и там вот там да там мандраж на ты там смотришь на ведущего и в принципе оператор тебя все равно крупняком когда берет он тебя цепляет ну либо там они говорят вот эта камера будет тебя там крупно снимать ты можешь не и посматривать вот а тут это ж такое блин ну ладно какое-то знаешь в м или какой-то ну то есть нормально обыденная какая-то беседа ты куда хочешь туда и смотришь оператор знает как подснять это все дело но бы более живое получается не спланирована как было спонтанная беседа же не же он тоже он примерно накидывает но я так понимаю он вопросы на ходу валит валит ему просто он просто с тобой беседует он просто встретил прикольного чувака и начинает тебя заваливать вопросами которые ему интересно услышать ну конечно и уж проработать делать да у него это классно и по поводу украинского они так понимаю париться точно так же как и ты потому что ну недавно только начали этим заниматься и тоже не прям так все гладко что они жнут тоже в окружении но сейчас стали до разговаривать украинском а до этого они тоже российскоязычный у них был контент вот и какие-то слова там же не тоже но поначалу проекта даже в каких-то моментах там его кто-то там например может поправить или он может что-то спросить как правильно сказать украинскую вот мне чем не то чтобы там не нравится но я получается был во втором выпуске и он и это еще такое начало знаешь еще вот эти крафтовые мандры они как бы ну можно так сказать не нарисовались такой полной картины да про что эта передача то есть они искали каких-то крафтовиков какие-то интересные занятия хобби да кто чем занимается вот сейчас она с каждым выпуском она вырисовалась уже вот в какой-то такой прям вот проект и есть такой свой концепт интересный а тут еще знаешь они как будто в поиске находились короче ну и плюс меня снимали же в августе как раз еще до нашего с тобой выпуска в карпатах вот и я тогда вообще практически не практиковал украинскую мову вот а после того как я снялся у них мне прямо блин наш я такой думаю блин вот проект украинского украина мовная а я все равно такой российском овный короче и когда проект вышел я уже так смотрел и понимал что в принципе я мог бы каких-то моментах вот когда жене рассказываю почему я не спелкусь украинскую я мог бы ему это по украински сказать это было бы уже интересней ну блин что из-за того что передача выходит позже тут уже всегда такое анализируешь как можно было бы лучше ну и сейчас там но уже вырисовывать знаешь что интересно в этом проекте посмотреть что как-то ну так притянуто за уши но есть какие-то такие моменты знаешь что что видно что в регионе возможно не хватает либо не нашли и что-то дотянули как бы да некоторые наоборот там блины это классные это классно но прикольно ну вы немножко пообщались еще снимешь за кадром так сказать и как я понимаю они уже где-то это проговаривали но как бы мне когда звучало просто как заготовленная фраза немного я когда спросил серёжу который их продюсер что что вообще в чем идея почему такую пору там на что-то он говорит он смотри проект же называется украине youtube project и как бы концепция в том что мы типа русскоязычные украинцы которые себя считают украинцами патриотами и что мы как бы для себя решили что мы должны говорить ну на украинском и как бы в этом вся идея проект что они вот все пытаются делать на море и как бы для них это тоже как своего ну какой-то небольшой и челлендж и повод подтянуть украинский скажем так узнать лучше себя и свою страну ну плюс крафтой мандры это отличный повод узнать и украинский язык в разных регионах потому что тоже там галычина лить гуцулы они же вообще по-разному разговаривают и это прикольно мне кажется экспириенс для них в том числе и все регионы разговаривают по-разному возьми те же черновцы если они украинской мовы разговаривают там уже примеси и какой-то там румынской молдавской 6 6 6 такие но у них свой акцент ну да там угорском овощи да но они были в черновцах там большинство вроде как раз российском овных у них но вот именно в проекте вот какая-то девушка одни там было вид они разговаривали украинскую но было понятно что в жизни они сплакуются российскую но это сразу видно что знаешь для проекта тоже там вылавливают слова подбирают пытаются сказать но видно что это не повседневный язык она там как раз говорила украинской и прямо ну вот понятно что вот отголоски такие вот ну в черновцах это заметно они иногда что-то скажут не понимаешь гуцулов понять проще чем вот там иногда бывает так что-то такое говорят более непонятно что это за язык такой был прикольный проект я тоже жду хочу посмотреть как это там получилось потому что в этом проекте очень много ну продуктов я бы сказал да производства продуктов питания выращивают там органики там то сё молочко йогурты свои сырки какие-то батончики энергетические там что-то еще это с нитратами это без нитратов а тут вот мы так придумали а тут вот это к ну и короче безотходное производство и вот это у нас хранится столько-то это вот такое ну и все про жратву очень много венцо какое-то да там вот эти вот там вяленые помидоры там были что-то еще ну и очень много еды еды крафта сыры но такие темы и крафта такого например как делаешь ты его в проекте я еще ни у кого не видел ни в каком регионе этого не было то есть это вот ну блин она знаешь она более ярче мне кажется должно смотреться потому что есть еще такие знаешь там мы вяжем носки а мы там делаем магнитики а мы делаем там такую-то штуку кому вот расписываем а мы вот гончары но она тоже прикольное но его чуть больше вот этого всего мастерства знаешь там кто-то там из дерева что-то делает обжигает но есть офигенные когда там ткут ковры там знаешь но такие какие-то штуки ну блин но все равно а вот так чтобы кто-то там бородатый мужик варил косметику но такого там не видел там есть ли там чувак целом делает ножи да вот она охеренно смотрится знаешь там когда там кто-то делает какой-то винтаж что-то там какую-то сувенирку но таких попадаются знаешь именно мастеровые брутальные мужички которые чем-то вот таким занимаются бля это охеренно короче ну там там реально крутые всякие штуки это классно смотреть чтобы она разбавляла вот этот контент кукурузный съедобный контент да мне кажется они просто сами не ожидали когда начали снимать то есть они столкнулись с тем что почти в каждом регионе есть делают сыры делают вино где есть крафтовое пиво во многих регионах мне кажется они просто не ожидали что вот этого именно съедобно эта история будет настолько много а что каких-то хендмейтчиков ну условно чуть более андеграундную историю сложнее найти выцепить то есть они бы например могли бы обо мне не узнать если бы ты не порекомендовал правильно они же все-таки общаются в каком-то своем там круге общения там и так далее и считывают и спрашивают и клички дают своих соцсетях там то есть они спрашивают у своих знакомых там в тех регионах то есть и когда например уже со мной начали вести беседу там о удобном времени там и так далее из вот уже ближе к приезду мне написали спросили слушая порекомендую кого-то а то мы как бы многих типа уже там съедобные кит истории мы уже не хотим снимать это уже было там эти были в таком-то выпуске те в другом то есть мы не хотим повторяться может есть что-то интересное в харькове кроме об еды или и у меня там знакомый один тоже ножи делает под харьковом они сказали нет у нас уже ножи делали как бы мы не хотим повторяться я посоветовал своего товарища вадика который делает эту машинки сам ну с нуля и они такие класс то есть этой истории как бы у них еще не было вот такого такого хэндмейджика скажем так и они прям у круто и когда мы уже отсняли когда уже прощались то они такие блин прикольно харьков прям удивил то есть мы ожидали от него какую-то ну плюс-минус столичную историю а тут как бы нашлись интересные персонажи для их выпуска то есть то есть им это вообще очень понравилось потому что эта тема которую они вообще никогда в жизни не касались то есть они как бы даже подумать не могли что какой-то чувак может сидеть там делает эту машинки сам потому что ну как бы у них нету людей которые наверное друзей которые делают татуировки или еще что то есть это вообще в ней и в ней их пузыря в ней сферы жизни деятельности и так далее это же это же самое с косметикой то есть я прям видел как женя там удивлялся каким-то вещам вот прям искренне удивлялся не на камеру он такой меня что спрашивает и вот это было прикольно и искренне то есть я прям мне было конечно же я заинтересован в первую очередь рассказать как-то красиво о себе о своем продукте то есть это же немножко и маркетинговая история и какое-то отчасти наверно моральное признание для само себя знаешь типа что вот я там сколько лет этим занимаюсь и как бы могу имею имею какую-то возможность транслировать свою какую-то позицию и было прикольно видеть что это для него не для галочки то есть что он такое типа блин а это так пахнет эти баночки он трогает это все он там что-то двигает то есть ну прикольно было интересно опыт для меня и как мне кажется для ребят тоже мы плюс когда я их отвернул поехали бы к вадику на гараж но они после меня сразу снимали как он тут у машинки делает то у него еще на гараже стоит собранный полностью с нуля аркадный автомат знаешь аркадные автоматы в игры играть там всякие 8-битные там и так далее вот мой товарищ вадик он собрал его сам с нуля то есть он сам его там как-то прописывал какие-то там программы программировал кнопки софт какой-то где-то скачивал сам моделировал из дерева короче как он будет ну как он будет складываться сам где-то там заказывал дерево его жена делала дизайн наклеек по бокам ну то есть он реально заморочился полностью с нуля собрал аркадный автомат и мне кажется вот этот аркадный автомат их больше шокировал чем машинки то есть они его как увидели такие а тут и таки сразу а тут есть игры вот эти с дэнди там battle tots какой-нибудь или марио он такой есть они все давай врубай потому что тату машинка как будто ну то есть если немножко поверхностно погрузиться ты понимаешь принцип работы да есть там какой-то каркас там есть моторчик если это роторная машинка или есть там этот намотанная это проволока через которую ждет этой декционной машинки да то есть ты как будто в принципе можешь понять их принцип работы тут как бы круто еще то что там они ладно сделаны красиво покрашены там уникальный дизайн авторский подход и бла-бла-бла а тут с нуля аркадник собранный такое эти маленькие машинки уже не так интересно как будто я как бы на самой записи не присутствовал но как бы думаю тоже прикольный будет контент и вот после всего этого не такие прикольно в харькове оказывается много чего интересного есть а то как бы еда это уже под надоело вот потому что со стороны конечно мне кажется это чушь нес какую-то знаешь типа когда какие-то вопросы потому что волновался ну будет видно в общем в любом случае это только я чувствую это а как выйдет как бы уже рассудят зрители тогда так что вот такая история я еще хотел спросить раз может зацепили вот это украиноязычную историю ты же практиковался я думаю последнее время мы давненько не общались помню ты мне даже писал про какой-то интенсив или что-то такое как вообще ты себя чувствуешь на этом поприще волнами я бы так сказал вот ну я по работе общаюсь старая стараюсь да там намагаюсь разговаривать украинскую но это голосовые вот и такие знаешь по работе все равно ну самое лексикон наверное да те слова которые употребляю они одни и те же практически да там не богатый так сказать лексикон ну потому что рабочие моменты обсуждаются людей которые ну вот здесь рядом со мной например есть там пару человек с кем я стараюсь общаться украинскую это там иногда украинскую иногда российскую там знаешь забываешься и там хоп перешли вот и все а интенсив этот это был умовный марафон я немножко не ту тему короче подкупил себе купил приобрел то есть мне скинули ссылку короче приятель говорит вот тебе может быть будет цикава вот а там я не помню как зовут его сейчас не буду короче ну чувак который топит за украинскую мову и снимает тик ток инстаграм как правильно разговаривать украинскую то есть именно вот все там все ошибки все он в своем тик токе обыгрывает типа наш на такие какие-то сценки но и он такой очень популярный и он актер и он там в каждом городе там нашим приезжает и ходит по городу там задает вопросы как правильно сказать украинскую там кто говорит там правильно там цветы дарит либо шоколадки короче на такой знаешь прикольный вот и он этот умовный марафон для того чтобы подтянуть именно знаешь вот правильность речи они с нуля ее там прокачивать но как-то так знаешь уже именно как избавиться от суржика вот у него такой и в этом марафоне получается знаешь ну там типа каждый вечер в зуме там сидишь и общаешься я первый день пообщался потом мне стало не очень интересно потому что каждый раз в этот зум типа подключаются новые люди да и и все время все друг с другом знакомятся и по себе рассказывать почему они решили подтянуть украинскую ну я там два раза рассказал о том что я из россии до что я вот хочу разговаривать украинскую ну все там о хорошо там но молодец но и как бы дальше этого не идет и для того чтобы мне в этом участвовать да ну мне уже надо иметь какой-то уровень вот и поэтому но у меня там еще было я самый дорогой пакет покупал но там он не особо дорогой вот с личной консультацией мы просто с ним пообщались там у меня было час беседы с ним в зуме с ним пообщались он послушал мою речь сказал мне на мои ошибки на что следует обратить внимание какие там скороговорки проговаривать знаешь но какие-то моменты то есть что-то я для себя почерпнул вот но это не был какой-то курс понимаешь что я такой вот от начала до конца его прошел и стал там типа круче нет но пока я в этом крутился как бы но это было чем-то интересно но опять же знаешь что-то я для себя важное взял а что-то ну блин там типа сегодня размовный клуб там 20 00 он начинается один раз посидел он два часа а я обычно там наш полдевятого чаще всего стараюсь уже лечь спать короче и мне этот размовный клуб вечером знаешь там сидят эти девочки молодые им заняться нечем они вот ну там разговаривают друг с другом да мне даже тема разговора о чем они разговаривают украинскую ну мне не цикава душа вот и там сидеть смотреть как они вот когда до тебя очередь дойдет и включат твой микрофон ну такое и чтобы ты сказал вот меня зовут и любомир язмиколаева там знаешь и одно и то же короче поэтому я не скажу что он плохой просто я вписался не не в ту песню немножко я просто немножко по-другому воспринимал когда ты написал интенсив я думал там будет что-то но я не знаю какое-то более практичное что ли именно именно марафон да да он там шел две недели каждое утро тебе там присылаются задание короче видео да как это как 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 надо проработать и там больше всего над правильным произношением то есть там именно ты делаешь гимнастику лица ты там дышишь правильно там ну вот такие штуки чтобы правильно выговаривать слоги чтобы у тебя красивая была украинская мова знаешь такая чтоб она была як песня ну мне мне хотя бы надо научиться знаешь более-менее разговаривать там пускай даже суржиком вот но там быстро и достаточно уверенно как минимум научиться уже думать хотя бы число то есть да да все таки можешь перейти то есть тебе уже достаточно слов для того чтобы думать на этом языке тогда наверное это сильно упростит тебе и разговорную речь даже если даже неправильно ударение оставить или там окончания это но усадрил например в магазине я сейчас там свободно разговариваю украинскую и раньше знаешь я приходил с заготовочкой то что там ну там ну блин там картку разруха разрахуясь там но такое а где какой-то вопрос к себе задать вы блять и по-русски начинаешь знаешь что-то но что-то такое что под заготовку не попала короче вот а сейчас уже как-то проще короче ну потому что там нету чего-то такого особенного что ты не сможешь ответить вот но иногда бывает такое что по-русски разговариваешь много по работе даже вот здесь да когда вот в офисе я нахожусь ко мне люди приходят в николаеве все таки все это русскоязычное ты немножечко такой отвыкаешь ты приходишь в магазин и тут чаще всего в магазинах ну большинстве своем все равно говорят по-русски короче вот и все эти продавцы вот я сегодня ходил симку покупал и очень удивился знаешь я подхожу говорю мне там надо сим карту там такую-то и он начинает мне блин по украински отвечать и коп и знаешь ну я перешел но неожиданно перешел ну и в принципе я такой стою блин думаю классно но я ж могу ему ответить по украинскую круто такой хоп и стены уже поспелковался украинскую ну и кайфово как бы знаешь самому так класс то есть получается смог сервировать момент да тут же да вот там купить сим-карту там я покупал для сигнализации себе знаешь которая звонит домой если что оказывается узнал что бывают сим-карты для сигнализации специальные тарифы я как-то никогда об этом не думал у меня тут на помещении нет никакой сигнализации тут просто решетки металлические ставни у меня защищают окна и двойная металлическая дверь и как будто такое но как будто надежно все выглядит не ну я что ты решил заморочиться знаешь иногда вот это постковидная вот эта тема знаешь когда тревожность появляется она у меня вот недавно опять все это всплыло сейчас опять короче антидепрессанты на такое вот и иногда знаешь я ночью просыпаюсь и начинаю немножко гнать хотя у меня но я в таком помещении нахожусь то что она работает круглосуточно и соседних кабинетах кто-то работает ну то есть тут постоянно можно сказать что рабочий день и ночью и ну в любое время то есть круглосуточный доступ и всегда ну плюс там входная дверь на магнитном замке общая знаешь но потом блин везде понатыкны камеры там какие-то сигналки в коридоре стоят там пожарная сигнализация все это ну как бы нормально этаж защищен вот и никакой дурак не будет дверь ломать потому что в соседних офисах люди разговаривают настолько громко что ну постоянно какой-то присутствия плюс в туалет по этому коридору ходят там и ночью и утром вот я в 6 утра прихожу тут движ как бы до поздно ухожу тут движ но всегда вот поэтому как бы переживать не за что но мне знаешь вот под блять ну пусть будет еще вот внутри такое это знаешь это как чем-то похоже на когда ты не можешь вспомнить закрыл ты дверь или нет да надо навязчиво дать это расстройство и что это ну ну знаешь она блин чтоб спалось хотя ну такое знаешь и много раз это анализировал но в итоге пришло к тому что раз я постоянно к этому возвращаюсь и анализирую пусть она будет короче ну как то так это да это такая своя игрушка короче вот мне хочется чтобы у меня было она знаешь придает мне какой-то не то что безопасности еще что-то а какой-то вот блять какого-то статуса знаешь вот вот у меня теперь вот так у меня теперь там стоит кассовый аппарат я печатаю чеки у меня теперь вот так у меня стоит там терминал короче да у меня вот так блять вот у меня сигналка но это все по взрослому наш я играю в магазин у меня все все круто короче ну такое я теперь мне охрененный брелок с такой железный да там замочками на него нажимаю и он мне говорит как-то сейчас как он говорит что-то там объект под охраной что-то объект поставлен на охрану сейчас послушай сейчас услышишь наверное слышал да да услышал система под охраной сейчас смотри он такой грозный система снята с охраны командирский голос да и она там мигает знаешь эта штука у тебя в помещении мигает все серьезно короче вот конечно вот эту тему поднял видишь у тебя так так реализовывается у меня наоборот у меня я не знаю пасковидная это или осенняя хандра или что это но все это реализовывается в какой-то ну не в какой-то точнее в какое-то полное отсутствие мотивации а точнее даже мотивация это знаешь когда ты что-то хочешь сделать да и ты просто как-то шевелишься активнее мотивируясь на она же какое-то просто нежелание ничего делать ну просто это типа такой если мне выбирать между а или б если стоит передо мной выбор то хочется просто не выбирать ну знаешь вот так вот такое какое-то чувство внутреннее просто типа ничего не хочется и ну единственное осознание какой-то ответственности перед там заказчиками ну как-то я уже поставил это цель то есть и что-то куда-то движется и я не могу уже не двигаться я просто двигаюсь может не знаю по инерции это или нет но как бы но какое-то давящее состояние ну скорее всего послеболезненно они такие депрессивные просто состояние апатичные да у кого как есть ну реально ты такой какой-то вот просто тебе пофиг да да вот пофиг и ничего не хочется ну короче и для меня как-то ну я достаточно такой любитель подумать пофрустрировать помоделировать какие-то ситуации там что-то себе по придумывать но тут как-то не знаю вообще грусть какая-то странная просто типа такой но вот выходной например я смогу пойти развеяться куда-то нет не не хочу развеяться типа буду лежать на диване залипать в телефон и такой думаю ноги но если я сегодня такой но и это как-то более сильно стала проявляться после того как я переболю у меня была такая фаза вот что с этим делать не знаю как будто с одной стороны я не чувствую себя настолько каким-то поникшим там чтобы обращаться прям к психотерапевту который или психиатру который выписал бы мне что-то но знаешь какие-то лекарства прям пить я настолько себя не чувствую скажем так плохо но и не чувствую что что то нормально и ничего с этим делать даже не хочется но она может отойдет не знаю я наоборот я видишь но у меня тоже как я считаю и вот эти есть такие знаешь отклонения я например ловлю себя на мысли что я не умею отдыхать все не умею отдыхать вообще то есть это говорю что тебе вот хочется лежать втыкать телефон и ничего не делать у меня будет кто-нибудь сверлить в очко короче то что типа что ты блин лежишь и нифига не делаешь ну то есть но просто знаешь у меня какая-то такая так вот я устроены мои мысли короче не знаю когда объяснить то что ну время то проходит но я же живу как бы да и вот это там минуты там или вот этих десяти минут которые я просто пролежал а я их уже не не переживу заново ну то есть они уже они уже прожиты и прожиты вот таким образом как бы да вот а впереди столько много всего интересного короче каких-то проектов хотя ну по сути вот я сейчас да я никуда не хожу кроме работы спортзала и дома и новой почты и это все находится в радиусе 700 метров там километра максимум вот и получается я в принципе нахожусь в маленьком таком пространстве да вот но в этом маленьком пространстве я настолько сильно себя заморочил то что отдыха у меня нету то есть я вот я проснулся у меня все расписано прям знаешь у меня вот но я тогда когда-то рассказывал специального сколько я просыпаюсь и для чего и она действительно то есть если я проснулся и сразу стал смотреть в телефон и потерял 10 минут то потом я начну куда-то опаздывать на эти 10 минут и тут такое знаешь я проснулся я уже телефон в руки не беру когда встаю он у меня ну у меня выключен этот самолетик стоит знаешь что что там чтобы я никто не беспокоил ночью вот сейчас кстати придется самолетик не ставить потому что наша система под охраной она звонит ну несу не суть вот и я уже иду там сначала завтраку да ну делаю себе какой-то завтрак умываюсь а только после того ну когда начиная есть я уже тогда включая телефон чтобы смотреть уведомление что мне там насыпали пока я спал вот и когда я ем я уже могу отвечать ну либо там что-то там куда-то там структуризацию какую-то делать вот потом там я гуляю с собакой потом сажусь пить чай и вот в это чайное время я уже работаю уже за компом сижу что-то там раскидывает и туда это сюда короче он такой а потом иду в зал после зала прихожу уже такое знаешь уже утро номер два начинается там уже надо там домашние просыпаются опять надо позавтракать второй раз короче ну плюс после зала надо поесть и тут уже там душ что все собраться и уже пойти работать в свою лавку такое славки тоже я прихожу в этом небольшой какой-то ужин какие-то еще дела и по работе знаешь ты пока выходишь из офиса идешь там на новую почту там какой-то магазин по пути еще что-то тебе накидывают сообщение вот у тебя появляется работа ты понимаешь то что я сейчас приду домой мне надо еще вот это сделать пока ты это делаешь кто-то еще к тебе обращается но вечером же люди тоже пишут и ты со всеми разобрался плюс сделал какие-то по smm какие-то публикации таймера там что-то запланировал все и спать лег вот так и поэтому ты живешь плюс-минус в дне сурка тебя все равно ты же каждый день ходишь зал как я понимаю да ну в зале только программы раз но все разные то есть они не не сурковые вот и ну и работа на ну как и у тебя наверно она все-таки креативная и все время что-то новое почему все время что-то новое потому что трудно быть трудоголиком и делать одно и то же да вот по поводу отдыха ты все правильно сказал но понимаешь ты себя винишь и и не отдыхаешь да получается ты такой но я потеряю время у меня это работает немножко в наоборот то есть я если полежу лишние 20 минут а я полежу то я потом веню себя за то что я это сделал я уже постфактум такой ты мог не лежать ты мог пойти поработать и жить свою жизнь полный полной грудью там дышать и все такое вот а получается еще и самокопание и самоупреки сверху начинают наслаиваться может и такой ну вот я сейчас как модно говорить не в ресурсе да буду сейчас тупить в приставку к примеру вот потупил час и потом такой зачем ты тупил час ты же мог пойти что-то сделать и в голове ты уже прожил это то есть ты уже в голове сходил и сделал но результата практического нет и ты себя уже начинаешь винить потом за то что ты мог это сделать а не сделал вот это вот это меня бывает иногда закапывает а ну в какой-то момент ты просто иногда не находишь себе силы встать там что-то сделать просто лежишь такой такой я ничего не хочу я хочу спать целый день но это я сейчас утрирую конечно но и спишь там например не но у меня такое бывает когда я хочу спать целый день и я могу долго поспать но опять же я себя не загоняю настолько что я прям уставший знаешь но если бы я был уставший и рано утром встал и пошел опять ну тут уже нет никакого удовольствия такой затраханный короче вот почему я ложусь но стараюсь до 9 лечь потому что рано просыпаюсь лет но для того чтобы поспать чтобы отдохнуть еще у меня есть такая фишка что я могу поспать на работе минут двадцать вот где-то вот так это как-то называется правильно есть какой-то да вот руководит он называется да ты просто когда чувствуешь что очень хочется спать и ты уже ненормально соображаешь и ты понимаешь что что если ты просто себя вытянешь сейчас там чаем да как кто-то там кофе еще что-то ты все равно будешь вот такой до конца дня ну то есть ты чуть-чуть себя взбодришь но ты будешь такой он состоянии сонливости апатии и такое знаешь вот а когда ты 15-20 минут спишь просыпаешься там и пьешь чай у тебя прямо какой-то прилив энергии куча каких-то новых интересных планов тебе хочется работать вот ну и как бы вот этими 20 минутами можно пожертвовать потому что они тебе более плодотворный день сделает это не первый раз тоже слышу о пользе им такого какого-то короткого дневного сна ну то есть да не больше получаса что даже если ты например ну мало спал ночью типа вот это днем она сильно бодрит скажем так то есть реально не больше получаса как я понимаю потому что там есть риск перейти в фазу длинного сна если я правильно говорю даже меньше получается у меня там минут 15 максимум 20 чаще всего знаешь ты только вроде залип и уже такой проснулся и уже все равно по-другому себя чувствуешь все равно кто-то мужа ты же днем я ну я не могу выключить днем телефон и все равно меня вибрирует браслет там наш такой западу забаешь потом эти вибрации все равно идут для не надо вставать но все равно уже чуть поспал нормально вот не зря у меня в детском садике был тихий час так но я думаю давай наверно грустно эта тема как то что то что то с этим делать надо на 40 минут поговорили ты хочешь не то что грустно мне кажется эта тема достаточно актуальна сейчас почему-то все больше актуально не только для людей которые там уже это кризисы среднего возраста ощутили но все моложе и моложе вот эти все проблемы панические атаки там и так далее в общем живем живем в мире слишком наполненного информацией на нас информации бьет со всех сторон и мы не знаем что с этой информации делать мозг мне кажется просто не справляется с этим всем поэтому он немножко начинает нас потряхивать всякими пан атаками так далее вот ну ладно мне кажется это просто реалии в которые мы уже которым мы пришли и надо как-то по-другому уже справляться с этим либо разнообразие какое-то в плане деятельности то есть либо спорте какой-то либо ну что антидепрессанты никто не отменял кому-то они помогают главное помогают заглушить надо лучше какого-то врача если не отходит как-то надо эту проблему решать всегда на антидепрессантах сидеть не будешь ты же вот я хотел вообще спросить я заметил что ты был активен мне очень понравилась твоя концепция кашка господи кашка хотел сказать кота в мешке кашка в общем концепция кота в мешке классно звучало и как я понимаю она еще и на практике оказалась еще более классно ну да хорошо получилось как ты к этому пришел вообще мне просто интересно откуда ты где-то это подсмотрел или ты просто подумал что вот у тебя есть концепция какая-то и ты просто хотел как это получить до финансирования или как это назвать не знаю ты типа ты же как я понимаю придумал концепцию выложил кота в мешке и стал донаты собирать условно или как это выглядело ну смотри вообще я не помню с чего это началось если честно но вообще есть концепция блин блин да возьми я не знаю любых там под додосокс знаешь носки делают ну да слышал да у них есть у них есть там например коробочные наборы различные вот и например купить в коробке набор носков дешевле чем купить их там типа по отдельности ну там типа покупая больше да там например они наборами там 5 пар к примеру там в коробке стоит там столько-то вот и у них всегда есть ну либо раньше была не знаю сейчас не отслеживал такая фишка что ну типа слепого набора короче то есть он может стоить еще чуть дешевле но ты не знаешь что в этом наборе ну вот и ты просто покупаешь и там что приехала то приехала это одно потом есть такая фишка она наверное я ее видел у каких-нибудь там я не помню у кого точно ну например у каких-то видеоблогеров крутых либо у каких-то там музыкальных групп молодежных такие типа сезонные боксы не знаешь такие ты например фанат какой-то группы и ты подписываешься например на их бокс вот и он у них там выходит два раза в год и стоит тысячу гривен ну грубо говоря вот ты не знаешь что там будет вот но ты эту тысячу платишь потому что тебе нравится эта группа вот и тебе потом приходит эта коробка там какой там прослед с названием этой группы футболка бандан и какая-нибудь открытка с подписями ну к примеру и ну вот эта концепция получить что-то в подарок не знаю что ну и типа обрадовать самого себя знаешь у тебя есть деньги ты закинул да а потом в какой-то момент ты получаешь что-то неожиданное деньгами ты уже расстался как бы да и через какой-то период ты получаешь ну грубо говоря ты это будешь воспринимать как подарок а не то что ты это купил он понимаешь правильно ну ты эти деньги уже списал вот и есть еще тема например ну я не знаю я ее не видел но я об этом либо слышал либо где-то в разговорах было но каких-то там клубов да ну давай пусть это будет чайный клуб вот какой-нибудь там например чай по подписке то есть вот есть определенная сумма которая сну стоит подписка до 500 гривен в месяц пример ты просто 500 гривен в месяц скидываешь там по настроенному там автоматическому платежу да а в конце месяца тебе на эти 500 гривен приходит какой-то чай на твой адрес ты не знаешь какой он там будет но в этом-то весь прикол я имею ввиду вообще но это что у меня в голове крутилась поэтому раньше я как делал я например запускал какой-то проект и я светил принт да типа будет вот то 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 короче будет стоить столько ты но если вы хотите по предзаказу то это стоит на 100 гривен дешевле сейчас то есть вы оплачиваете как будет готова я вам присылаю и это работало то есть но люди если видят прикольный принт и они готовы уже купить они они вкидывают деньги вот и соответственно до тиража я уже там пол тиража продал например вот так иногда делал даже по-другому то есть там делал всего тираж там 25 штук примеру и еще не напечатав но не сделав этот тираж до 20 уже было продано то есть предпродажа срабатывает и ты просто пишешь то что когда они будут готовы их уже не будет люди на это тоже реагируют и они это покупают но типа хочется быть диск эксклюзивным хочется получить какую-то какую-то лимитку вот это срабатывало а тут я просто ну запустил проект где футболок и там свитч там у меня футболки лонгсливы два видов футболок разных да и лонгслив вот этого больше уже отшито все это было интересно это была моя первая заморочка уже знаешь там со своими бирками там с какими-то дизайнами лекала там разные ну считай три разных модели но один принт это он там на черных футболках он там но другого цвета плюс там нитки в тон подобрана ну это реально заморочился производством да мне там помогли хорошо на фабрике там где-то что-то подсказали покупали специально ткань в польше короче ну то есть все вот прям выбирали эту ткань по образцам специальный там каталог каждую пощупать плотность я выбирал там цвет по номеру ну что заказывать в польше то есть с этого все как бы начиналось ну и соответственно проект есть про него хочется рассказать но не хочется показывать что будет значит ну чтобы была какая-то вот какая-то ну блин такая вот секретная история вот и соответственно я написал будет проект которого там у меня еще не было будет там print на подороже короче на математику да ну какой вот никто не знает вот и стоит это столько-то короче носить ну и это стоило там на 100 или на 150 гривен дешевле чем она сейчас ну и типа и я просто дописал там типа кому хочется вот такого кота в мешке вот вам номер карты короче и вот столько-то денег и нормально ее ну как бы пол тиража купили котом в мешке ну вот классно мне понравилась сама вот идея то есть ну просто я такой со стороны как будто наблюдал и такой вот любви мира борода есть своя какая-то уже сложившаяся аудитория которая в том числе мою продукцию предпочитает покупать у тебя то есть вот сложился этот костяк и что они как бы ну доверяют твоему мнению твоему вкусу и вот ты выпускаешь еще такую концепцию и то есть ну нет вообще никак будто повода нет не купить его ну понимаешь то есть прикольно причем это знаешь появилась не на старте там когда-то когда ты начинал а уже когда у тебя уже сформировавшийся пул брендов есть уже вот это чайная история то есть то есть ну как мне со стороны показалось что это прикольная эволюция ну тебя как бренда любый мир борода если ты понимаешь чем потому что например я на своем опыте понял что вот эти предпоказы какие-то спойлеры дизайна вот это все моем случае не очень работает то есть как будто люди уже такие насмотрелись на что-то и когда ты уже вываливаешь на них контент с продуктом такой вот он готов наконец-то они такие тю так плюс-минус мы такое что-то и ожидали особенно если вот это начинается история еще как я раньше любил но может она эта история нужна была поначалу я не был себе был менее уверен себе чем сейчас то есть я начинал активно раздавать пробники то есть там за две недели до анонса я такой вот я делаю пробники я делаю пост что будет новый продукт что плюс-минус он такой то что вот типа давайте все затестируем соберем общий какой-то пул фидбэков там я может что-то исправлю на основании этих фидбэков и так далее то есть это была и реклама и затравочка какая-то к новому продукту и по-своему это наверно как-то работало потому что в один момент потом прилетало много отзывов люди что-то в stories отмечали там и так далее и по-своему тоже было прикольно и была обратная связь с аудиторией то есть человек который бесплатно получил пробники он обычно напишет потом свое какое-то мнение бывает иногда знаешь какие-то интересные мнения интересные мысли которые тебя наталкивают такой блин а можно как-то и подкорректировать продукт может он не так крут как я думал изначально но это до поры до времени все равно потом ты проходит этот период ты выкладываешь продукт и смотришь что все равно как бы особого какого-то ну не то что хайпа но первичные продажи все равно небольшие и все равно нужно какое-то время для раскачки то есть со временем он раскачивается и я решил что блин все фигня наверное набрался уверенности и я решил дропать спонтанно просто вот так вот я решил сегодня все почу и создаю контент ну специально для какого-то дня то есть я если делаю какие-то микро спойлеры то есть они никак не отображают суть продукта то есть вот я пару дней тому назад например перед анонсом нового продукта я просто выложил в stories голографический стикер переливающийся может видел то есть это же ничего не говорит о продукте это просто говорит о том что ну какой-то дизайн в работе и все то есть там не было написано не название продукта ничего плюс эта машинка была из скуби-ду ну то есть она ни на какие мысли даже не может навести что это будет и сегодня вот я запостил и единство что конечно алгоритмы инстаграма со мной обходится крайне жестоко и что показал мало я даже вкинул немножко денежки в рекламу чтобы побольше показал было но фидбэк крутой то есть все такие вау типа вот как бум знаешь бум и все такие вау и все все кто увидел кто кто из постоянных или с кем я веду какие-то ну более тесные уже связи то есть уже появился костяк постоянных клиентов которые реагируют там которые пробовали почти все продукты или даже все и как бы такие ну типа вот этот новый дизайн это что-то совсем новое то есть такого еще и правда не было и пока что тот фидбэк который успел за сегодня получить потому что сегодня 15 декабря я запустил побед новый продукт то есть сегодня я уже собрал к это именно именно фидбэки по визуалу и визуально как бы я вроде попал в какой-то нерв что ли что все-таки круто выглядит ярко успел посмотреть как тебе ну я чуть-чуть посмотрел я же знаешь как смотрю не не на картинку на то что с этим можно делать меня почему-то сейчас как это блин сказать но я отсеиваю все что для волос я сразу ну там я такой знаешь точнее мое все я понял просто сделал больше на бороду там я по я понимаю и и у меня самое интересное мнение ну тупо не спрашивают для волос ничего потому что ну блин она вот этого столько много короче для волос но люди знаешь там ходят какие-то барбершопы им там что-то там намажут подскажут они там покупают час час но вот здесь по крайней мере люди ну у меня очень много онлайн заказов да ну большая часть про продаж она в принципе вроде онлайновая но такого чтобы у меня что-то там прям спрашивали ну нет ну такого ну было очень редко и чаще всего вся волосатая тема она юзалась мною либо просто уходила в просрочку например если там что-то с тобой я еще могу поменять да там или мог а другие бренды же этим не занимались ну и какое-то такое то что ну нафиг и сейчас когда кто-то прям спрашивает ну и мне там дорог этот человек да там ну как клиент там или там ну просто мне хочется уважить я могу под него заказать как я иногда тебе там говорю там докинь этом банку делюкса да там глины какой-то но это вот под конкретных людей просто приходит некоторые так вот у меня там апперкат покупают то есть я апперкат банки вот эти пасты там глины я ничего не беру но когда кто-то говорит а ты можешь вот вот такую баночку у тебя можно купить игры но только если не сегодня там а вот столько-то подождать то не вопрос и просто привожу и возможно это ну часть моей заслуги потому что на сайте это волосатой темы тоже нет вот раньше она была а сейчас нет а в основном ну большая часть заказов мне падает с сайта ну меня как-то я не знаю как его там находят ну в соцсетях прописан сайт и если раньше там я продавал там через директ инстаграма да там еще там как-то короче ну там через там мессенджер фейсбука даже сейчас это есть но по соотношению с сайтом но этого мало то есть ну вот сегодня там у меня с инстаграма три или четыре продажи но небольших таких на сайт прямо списками падает прямо вот и у меня какая-то знаешь своя уже есть такая какой-то костяк знаешь там своей аудитории которые постоянные которые там раз или два раза в месяц постоянно что-то покупают вот клиенты на это и чай это и какая-то там еще продукцию но просто вот люди все время ко мне приходят им что-то интересно там у них уже свои скидки короче там еще что-то они просто мне пишут в телегу вот есть даже такие которые пишут в телегу там мне надо вот это вот ты еще не успеешь от не успеваешь ответить а деньги у тебя уже на карте подожди вот так знаешь уже настолько знаешь уже там не говорят там адреса свои ничего типа или просто кит оформляют заказ на сайте мне же падает это я вижу я просто в телегу уже пишу все есть столько-то короче не вопрос все прилетело ну и все и никаких дальше вопросов я уже знаю куда отправлять то есть ну вот с такими ну я не знаю сколько это в процентном соотношении но вот это в принципе такая основа основная работа и по волосам ну как бы никто из этих людей ничего никогда не спрашивать бальзамчики там для бороды да они вот сейчас кстати твои они ну вот ну для меня например это я считаю что они идут сейчас неплохо раньше но они больше у меня залеживали сейчас ты может даже сам заметил я как-то и заказывать их больше стал ты сегодня часть часть каких-то бальзамов сегодня тоже ушла твоих и там щеточки эти твердо деколон ну его покупают и тот и другой секунду у меня это техническая накладка случилось ты почему-то резко стал очень громкий и я бы не могу понять что случилось сейчас секундочку я переключу наушники может но мы записываем да не все пишем все нормально все все изменяем этот кусок вырезать будет хреново не не вырезай все хорошо я вернулся что-то глюкнул телефон наверное не знаю прошу прощения за то что отвлек и смотри мы пишем уже час нам надо как-то будет это закруглиться потому что мне кажется больше час и там часа двадцати мне кажется нам уже не будет надо будет потом записать еще один подкаст мы просто с тобой давно не общались да да и мы как будто просто такие сели на лавке потереть за текучку за жизнь говорится как обычно то сейчас просто еще не знаю как у тебя у меня же ну например декабрь это у меня такой прям сезон работы но потому что я все равно стараюсь акцентировать внимание на каких-то подарочных вариантах да там что-то там делать не банальные подарки стараюсь находить какой-то там товар или какие-то приколы которые на которых я даже не зарабатываю но для того чтобы создать что-то интересное короче но вот коробки ты может видела там я пощу какие-то ящички на деревянные ящички прикольные да и ну и это ну рассчитан на слабую половину человечества которые что-то кладет под елку сильной половине человечества ты соответственно для них такие готовые решения но они интересны потому что в любой в любом таком ящике я стараюсь знаешь предложить что-то что можно доложить что будет но достаточно необычное и не повседневно как бы это еще и поискать надо ты вот 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 плюс есть тема что у меня еще с вот тоже с котом в мешке я не знаю видел ты или нет она называется любомир бокс давидом она уже сейчас закрыта то есть там был прием заявок до 10 числа там вот тот же самый код в мешке то есть есть анкета которую ты заполняешь но она такая простенькая знаешь там размер такой ну размеры на всякий случай там там носков футболок там шапок ну так головных уборов да и предпочтение потом кофе чай пиво ну что-то такое чтобы примерно понимать что за люди там борода или щетина знаешь но вот так чтобы я примерно понимал как как собирать этот бокс и сумму ты выбираешь там тысяча полторы или две вот и это анкета но она заполняется google формы соответственно потом летит мне в excel таблицу с уже с проплаченными заказами то есть там нельзя заполнить анкету не заплатив знаешь ты платишь и потом один один из обязательных пунктов перевод денег на карту и прописание на времени платежа и получается что если мне туда что-то упало я уже смотрю она упала на карту окей то есть эти люди вот все там какое-то я не помню там там с десяток да они ну кто заказали эти темы никто со мной не связывался не до не после то есть но это вот прикольная штука знаешь просто люди это увидели где-то заполнили закинули денег и ждут и там прием заявок был там с 20 октября по 10 а с 20 ноября по 10 декабря вот и все я закрыл прием заявок я ничего не принимаю у меня есть ряд людей я вижу их предпочтение и я знаю на какую сумму они заказали адреса там куда отправлять прописаны и у меня в условиях было написано что отправка этих боксов начнется с 23 декабря то есть у меня но видишь какая тема тоже я эти деньги которые они мне закинули я их даже не тратил еще то есть они у меня лежат для того чтобы запасом две недели получаются да для того чтобы я ну что-то возможно положу из своего товара интересного да что-то я докуплю что-то я уже докупил ну знаешь я так стараюсь короче ну чтобы это было прикольно и вот с этими боксами у меня на позиция такая что это ну больше не не для заработать а для того чтобы сделать ну вот кайф вот мне самому нравится заморачиваться и чтобы вот человек получив этот такой блин ну вот блин реально классно знаешь у меня там есть свои моменты которые я уже продумал что я буду с этим делать как это будет это для меня какой-то опыт знаешь но мне знаешь как в наше время ну мы потеряли возможность там писать друг другу письма отправлять почтовые открытки прочее да а вот эта тема каким-то там отправить что-то подписать упаковать о по-доброму знаешь по бабушкинскому ну вот этого не хватает короче и хочется знаешь взять какую-то коробочку и от души что-то туда вот положить положить отправить написать там что-то ну такое знаешь и и чтобы это не было стандартной какая-то отпечатанная там тема коробка наклейка там наш ну вот у всех одно и то же нет они будут все разные вот как вот у меня будет я их еще и не буду в один день собирать специально буду вот делать так чтобы все они отличались короче чтобы ну примерно буду составлять этот образ человека потому что он написал какие-то критерии и и компоновать эти штуки отправлять ну вот мне нравятся такие заморочки не прикольно мне очень нравится сама концепция но я когда ее вот как приложить тоже пытаюсь на себя то я просто объективно понимаю что мне просто нужно нанять человека который будет этим заниматься просто что у меня на это физически просто не будет времени потому что кроме розничной какой-то продажи у меня есть опт и опт занимает больше времени и воспроизводство каждый раз каких-то новых позиций забирают все свободное время именно если говорить про рабочее время я еще так подумал как будто я готовился к новому году вот еще с лета когда начал перезапускать бородатую линейку я как будто к новому году готовился потому что вся вот эта история с коробочками она сейчас очень даже выгодно смотрится то есть то что продукт в коробочке с инструкцией что есть уже общая линейка общий концепт какой-то оно все ну ты когда видишь эти коробочки ты понимаешь что это менли что это одна и та же линейка но все продукты разные и наклейки достаточно яркие чтобы отличать продукт друг от друга и на самом деле уже спустя пару месяцев я делаю вывод уже конец на основании продаж и на основании фидбэка что вроде как бородатая линейка у меня получилось я просто когда что-то запускаю во мне все равно есть вот этот червячок неуверенности то что то что если мои глаза что-то видят это не значит что также видят другие люди и то есть как бы я не придумываю себе знаешь излишней самоуверенности какой-то то есть я такой считаю ну вот в данный момент я сделал но это мой потолок данный момент то есть там на конец августа на сентябре когда запускал новую продату линейку это был мой потолок по бороде то есть лучше я вряд ли бы придумал ну то есть может через годик через два смогу сейчас это вся квинтэссенция всех семи лет моей работы вот это все что я смог придумать это вот бородатая линейка и в плане составов и в плане видения дизайна вот это все что я могу дать миру сейчас и выдав это я такой ну хрен его знает сейчас скажут блин говно какой-то сделал ну условно то есть понятное дело что когда ты вкладываешь все свои знания силы какие-то и свободное время то ты ожидаешь что фидбэк будет соответствовать вложенному либо будет круче и спустя вот пару месяцев я могу сказать что ну вроде как я могу оценочно могу сказать так что бородатая линейка удалась нет нет ни одного негативного отзыва ни по одному продукту все ребята которые постоянно чем-то пользуюсь раньше и имеют возможность сравнить то есть все говорят что стало лучше как минимум все обращают внимание на дизайн как максимум то есть замечают что составы изменились немного запахи стали более интересными более комплексными и так далее вот и как бы и вот это все я сказала то есть это как будто я готовился к мог новогодней паре потому что сейчас у меня у меня был период когда бородатая продукция стала продаваться хуже укладочной то есть и это было достаточно длительное время вот сейчас перед запуском у меня бородатая продукция стала опять лучше продаваться ну причем на фоне укладочной укладочной продаются все также неплохо вот а борода ушла куда-то вперед. И теперь же я в октябре начал перезапускать же свои укладочные продукты. И, может, обратил внимание, там новые баночки, новые наклейки. И, в общем, как будто 7 лет бренда, это для меня случился такой, не знаю, как будто я подвел итоги тому, что было раньше, и такое, ну, теперь надо отменить или переделать то, что было раньше, или довести до ума. И двигаться дальше уже с чем-то новым. И я же отменил два продукта. Я же отменил два продукта для волос. Если помнишь, у меня была кристалл-помада, такая синяя, и была розовая паста для волос. Я же их полностью отменил. Я просто убрал их с ассортимента, и такое, ну, будет что-то новое, сделаю лучше. Теперь я слышу твою историю про эти наборы, я просто понимаю, что я не успевал, у меня не получался там немного новый продукт, я его запустил только сегодня, а сейчас 15 декабря. Ну, то есть, до нового года, ну, по факту, две недели. Ну, сейчас будут хорошо покупать. Вот как раз, ну, вот у меня есть, как бы, знаешь, это практика предновогодних продаж, ну, уже же я не первый год этим занимаюсь, и как минимум, наверное, вот, четвертый предновогодний сезон я работаю вот так вот на подарки, короче, прям вот активно ко мне приходят, что-то всё время выбирают, да, четвёртый. Вот, и я тебе могу сказать, что очень многие начинают это делать после 20-го числа. Ну, да, есть немного. Вот, я очень часто, знаешь, я начинаю качать публику с 1-го декабря, и она такая вялая. Вот, они всё, ну, они всё это видят, они всё это для себя отмечают, а потом приходят в конце месяца и говорят, я хочу вот такую деревянную коробку, чтобы там всё это лежало. А у меня, как чаще всего, к этим датам уже нету никаких деревянных коробок. У меня уже нету, ну, знаешь, я просто, ну, вот, как бы чувствую, знаешь, по ассортименту и по декабрю. То есть декабрь – это такой месяц, в который можно позволить купить продукции больше, чем ты закупаешь её обычно. И больше там в 3 или в 4 раза даже. Вот, потому что ты видишь, как это продаётся, и ты, ну, знаешь, декабрь – это такой месяц, в который можно рисковать. Вот, и ты чаще всего до там 1-го января большую часть закупленного по-любому продашь. По-любому продашь, отобьёшься, заработаешь, и ещё у тебя и на следующий год что-то останется из закупленной, ну, как бы, вот там косметики, какого-то товара. Это класс. Но когда вот переваливает за середину месяца, как, например, сегодня, да, там завтра, послезавтра, я перестану закупать продукцию. Потому что, в принципе, у меня я уже готов, да, и я уже готов настолько, что мне, ну, уже хочется это продать. И поэтому там числа 24-го и 25-го каких-то позиций не будет. И докупать их в эти числа я уже не буду. Потому что, ну, ты же не купишь одну банку, да, вот, и докупая какое-то там количество для того, чтобы всем угодить, ну, получится, что ты вот именно уже с каким-то лишним товаром останешься на следующий год, ну, с приличным количеством, которые, в принципе, ну, там уже другая стратегия января-февраля, там по-другому всё работает, и поэтому сильно перегружать, ну, как бы не стоит. Декабрь, вот он такой, ну, у меня, по крайней мере, да, вот он, с ним надо аккуратно, короче, чтобы не лишкануть и не недобрать. И, в принципе, я как бы чувствую. Ну, и я всегда понимаю, что если там кончится банка, там, с каким-то нордиком, да, я предложу там классик. Ну, то есть, что-то взаимозаменяемое всё равно будет. Вот. Типа, вы хотите такое, но сейчас такого нету, но мы можем упаковать в картонную коробку, но насыпать таких опилок, сюда добавить крафт, и вот такое масло я вам хрен с ним отдам по той цене, которое вы хотели. Ну, как-то вот так, знаешь, главное продавать. Вот. Вот такие вот дела. И у меня, у меня рекорд, рекорд в этом году, я никогда не думал, что вообще я на такое способен. я тебе как-то говорил по поводу шапок. То есть, если в прошлый сезон я сделал 20 шапок, 7 из которых остались у меня на этот сезон и были проданы в этом сезоне, то есть, я даже что-то подарил, что-то разыграл, одна до сих пор лежит из 20, то в этом сезоне я сделал 170 шапок. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну, то есть, я не сделал сразу 170, но я делал, знаешь, там 30, 40, ещё 40, ещё там 20, ещё 30, и вот так. И я охреневаю. И шапки я продаю каждый день. И не по одной. И даже без рекламы или ты вкинул что-то в инстаграмчик? Да нет, без рекламы оно так нормально продаётся. Ну, они же на сайте лежат, и вот так, ну, там, фотки, ну, я же постчу там всё время, ну, в инстаграме, что они есть. Ну, и, скорее всего, срабатывает ещё, может, там, какое-то сарафанное радио, потому что шапки на самом деле плотные, классные и тёплые. Ну, и как-то так. Да, не поспоришь. Я просто сделал тоже шапки, и я очень доволен полученным результатом. Прям кайп. Я уже пару дней ношу, вообще нарадоваться не могу. Но ситуация такая, что я просто, мне нужно где-то их пофоткать. Мне не нравится, ну, не фон там вокруг меня, то есть то, что на работе, то есть как-то на фоне белой стены или на фоне металлических столов как-то не хочется это всё фоткать. И, блин, я просыпаюсь в темноте, днём темнота, домой возвращаюсь в темноте, я просто такой, блин, так где мне их пофоткать, черт возьми? То есть я просто, знаешь, такой, я хочу их красиво презентовать, вот как я презентую сейчас в последнее время продукцию, там, красивые какие-то фотки с фоном там или ещё что-то. Ну, сделать просто селфи с собой, ну, тоже нужен фон какой-то, а у меня всё тут какой-то блек, ну, мне ничего не нравится, я такой, черт возьми. А я такой, ну, походу буду шапки продавать в январе. Ну, сейчас просто вот, ну, шапки надо продавать тогда, когда начинает холодать. Да, вот я хочу сегодня или завтра, может, сейчас как-то читаем. подходит на чём-то, не знаю, у меня вот просто, ну, у меня же не только вот эти Urban Bini, которые, ну, как ты сейчас, да, заказал, я же их потом стал заказывать, а сначала у меня вот такие обычные, ну, они классные, они глубокие, плюс подвернуть можешь как хочешь, и, ну, она хорошо тянется и очень такая плотная, и на любую голову классно заходит, и на девочках классно смотрится, и на мальчиках, и даже на детях, то есть, на детей их берут, и они офигенные, вот, и, соответственно, я просто, ну, сначала там, прошёлся по цветам, которые, я точно знаю, да, вот у меня есть брендовые мои цвета, это оливый и чёрный, ну, это реально уже такие, ну, цвета моего бренда, блин, всё, всё, как-то вот последнее особенно леплю, у меня же чёрный с оливой, вот, футболки эти все, вот, и, как бы, я посмотрел, шапки стали сразу оливу хорошо покупать, да, чёрный, ну, так, постольку, поскольку, вот, потом думаю, ну, надо как-то расширять, да, там, хоп, там, сделал жёлтых, думаю, девчонкам, потом думаю, блин, жёлтые есть, и голубые бы надо сделать, знаешь, чтобы жёлто-блакитная была, ну, там, вот, потом, как-то пошёл дальше, знаешь, сделал вот этот вот серый меланж, потом просто серый, ну, потемнее, вот, недавно сделал такие кремовые, ну, они такие, светлый беш, в принципе, ну, такой достаточно модный цвет сейчас для девочек, вот, но вот их как раз никто не видит, и их особо никто не покупает, вот они, ну, как-то вот встали, вот, бордовых, и потом я смотрю, знаешь, там какие-то заканчиваются, вот, например, там оливы, я уже три раза заказывал, бордовых уже, вот, бордовых, там, серый меланж по два, по три раза заказано, чёрных добавлял, ну, вот, оно покупается, как только, знаешь, у меня там две шапки остаётся, я ещё там 10 или 20 заказываю в таком же цвете, ну, и так классно. Ну, не, прикольная история, я просто такой, ага, и бельгинь вот эти, ага, подумал о цвете об оливе, я понял, что вот у меня из старых шапок оливку забрали в октябре или в сентябре, ну, то есть, что у меня этот цвет вообще не пошёл. Меня покупают ещё, ну, как бы, аудитория такая, что много военных, это как бы их цвет, даже те, которые уже не воюют, они всё равно, ну, как бы, предпочитают ходить в таких шапках, но оно как-то более, вот, и ещё, ещё, ещё я же сделал вот эти короткие шапки, как раз, да, опять же, чёрные и оливы, вот из коротких, например, чёрные пошли лучше, чем оливы, и чёрные я дозаказывал ещё, оливы пока нет, ну, их тоже берут, и там их осталось, там, три или четыре этих оливы надо дозаказывать, но я ещё решил поизгаляться и ебанул белые такие шапки. Вот белые вообще у нас очень странно выглядят, ну, в плане, они выглядят хорошо, но я такой... Это самая яркая шапка, которая у меня есть, вот они у меня сейчас все лежат, так разложены на витрине, да, вот все, белая, она настолько белая, ну, она прям, знаешь, её прям в руки боишься взять, она такая клёвая, ну, и для меня, например, ну, как бы белый, да, вообще, я это увидел в последнем клипе «Нойз МСи», там просто, типа, такая тусовочка на квартире, и какая-то девочка стоит вот в такой шапке Бинни в белой, и я такой думаю, блин, ну, и для меня это, ну, как-то настолько необычно, как бы, хотя, скорее всего, я же просто не тусуюсь, вот, и, возможно, ну, много таких шапок, вот, и такой думаю, блин, как она классно смотрится, ну, вот, белая такая шапка, на девчонках она классно смотрится, да и вообще, ну, белый он необычный цвет, и любой, знаешь, сейчас вот я посмотрю, по Николаеву много ходят в таких желтых, ну, блин, в желтых ходят, в белых тоже можно ходить, она не, ну, не нас, так же пачкается, как и желтые, собственно, вот, но, и потом мне кто-то еще скинул последнюю коллекцию Nike, и там тоже такая короткая шапка, и тоже белая, но Nike мне скинули уже, когда я сделал эти белые, вот, то есть, в принципе, эта штука, ну, вот, она, по идее, в тренде, вот, просто пока эти тренды дойдут, ну, хрен его знает, но мне нравится, я даже сам хочу такую носить, просто я сейчас посмотрел, большинство, ну, у меня много там черного цвета, да, в одежде, не очень, вот, а сейчас вот мне приехала сегодня Алясочка в Оливе, вот, и вот с ней белая шапочка даже очень нормально может зайти. Я просто себя вообще не представляю в белой шапке, я так просто, знаешь, со стороны еще думаю, но я видел фотки твои, в инстаграме белой шапки, я такой, и думаю, это самая была бы непрактичная вещь в моем гардеробе, я только в этом году, наверное, или может последние полтора года стал покупать себе какие-то белые футболки у меня стали появляться в гардеробе, то есть прям такие, которые, вот я, наверное, впервые купил себе просто белую футболку Vans, я что-то психанул, и летом пошел, купил себе белую футболку, на которой на груди небольшая надпись Vans, то есть она просто крутого кроя, крутого кроя, крутого качества, и немножко такая посвободнее, и там она стоила по скидке там грин 600, то есть, что я пару лет тому назад 600 грина дал за футболку, ну просто, ну не какую-то там с крутым принтом, а просто с маленькой надписью на груди Vans, я бы сказал, очень больные. Не, у меня много белых футболок, как-то так. Вот стало появляться, не знаю, что это, то ли я пытаюсь молодиться, ну условно, то есть, потому что все так ходят, и быть на какой-то волне, или это уже просто как-то по-другому стало относиться к своему гардеробу. У меня была мысль все черное, сделать даже худи белые, но просто, опять же, я такой подумал, знаешь, ну мне это интересно, белый худи, такая белая шапочка, даже белые спортивные штаны, это круто, блин, но я понимаю, что об этом буду говорить только я, и буду сидеть с этой партией, короче, как я сделал оранжевых худи, 10 штук всего, ну хорошо, что вот сейчас осталась одна, ну вот сейчас просто пошел сезон, знаешь, когда тепло, ну людям хочется что-то тепло, и у меня все костюмы, которые оставались с того года, костюмы, которые я сейчас сшил, но я сейчас сшил очень мало, и так прям под заказ, и вот эти вот оранжевые все забрали, короче, остался вот, ну вот одно худи еще висит, но их забирают больше вот для горнолыжного, короче, вот этого всего, ну вот в Карпаты кататься на лыжах, в них офигенно, знаешь, вот этот оранжевый цвет, я смотрю, он прям, ну котируется вот в таких поездках на там сноубордах, короче, люди любят, плюс там масочка лицо закрывает, знаешь, ну классно, вот, белую, мне кажется, буду носить только я, но вообще, это классно, знаешь, ну вот, вот именно, ну вот прикинь, да, такой белый спортивный костюм, это же круто, это очень необычно, и блин, ну это как-то так офигенно, либо кремовый, это как-то дорого выглядит, знаешь, такое, один раз и делал, но кремовый, мне кажется, чуть практичнее все равно, это будет ближе уже в сторону бежа какого-то там, хотя может, не знаю, это может просто наш какой-то постсовковый, какой-то менталитет, потому что, типа, если волосы блестят, значит, они не мытые, если одежда белая, ты что до хера богатый, каждый день стирать будешь, ну знаешь, какие-то вот такие вот зашоренности, может, нас говорят, скорее всего. Я еще хотел спросить, ну, работа, я понимаю, что в нашем случае декабрь, это супер интенсивное, насыщенное рабочее время, а отдыхать ты собираешься, может, поедешь куда-то, январь-февраль? Нет, ну, ехать никуда не собираюсь, вот именно в плане отдыха, такого каких-то подорожений. Ну, как летом у тебя было, например. Нет, почему-то катаюсь вот именно в летние сезоны все время, вот сезон начинается по весне, и мы начинаем ездить до осени, ну, это всегда так вот, как-то каждый год так, шесть лет мы так уже катались, этим летом получится уже, там будет седьмое. Ну, то есть, лыжи всякие, все это, это не твоя история? Ну, да, у меня просто не моя, ну, как я хочу иногда, но я один это хочу, если считать семью, вот, и у меня сейчас будет просто пару поездок, вот сейчас прямо в ближайшие, там, выходные будет поездка в Киев, ну, она такая, там, на концертик сходить, и, там, кроссфит-соревнования поснимать, ну, как бы посмотреть, знаешь, там, за своих поболеть, ну, просто вот такая вылазка выходного дня, и еще я в Киев еду, там, в середине января, вот, она больше командировка по работе, ну, но с какими-то, там, с бенефитами какими-то, что ты же все равно с кем-то увидишь. Тимбилдинг, короче, такой, знаешь, оно там, ну, встретиться все вместе, там, посидеть, поесть, пообщаться, обсудить планы на год, ну, вот такое, знаешь, ну, тоже на два дня я там поеду, вот, а потом у меня, там, под каким-то, пока, не то, что под вопросом, но, но она в планах, как бы, да, у меня же еще, может быть, ты видел, мы по работе катаем, типа, делаем всякие видеофотосъемки в каких-то интересных местах, вот. Да, я видел, именно в сторис ты выкладывал, как бы, где-то там. мы ездили вот так вот, там, в Карпаты как-то по работе, да, в этой осени мы ездили в Актово, на пару дней, тоже там, ну, прикольно было специально, чтобы отснять, ну, и как-то пообщаться, тоже такой, тимбилдинг, вот. И, ну, вот такого плана есть еще места в Украине, которые будут, типа, рабочими командировками, но интересными, знаешь, там, по съемкам, там, по общению, и может быть будет там весной Черногория, в таком же формате. Вот. А потом уже, ну, лето, скорее всего, по Украине, опять же, покатаемся. Ну, лето, как я понимаю, у тебя там западное направление, еще куча незавиданных мест. Ну, ну, не куча, ну, если смотреть по городам, то мы очень много объездили, вдали поперек, блин, ну, за шесть лет. Вот. А, ну, много есть, конечно, интересного. Да, есть много такого, куда хочется вернуться, а есть еще какие-то всякие прикольные места. И плюс, знаешь, каждый раз по-разному ты что-то узнаешь про это, либо каких-то людей узнаешь. У меня сейчас уже, там, в Карпатах, Закарпатии появляются там новые клиенты по чаю, знаешь, у меня там что-то покупают. Если продержим какой-то там контакт, то можно к кому-то уже будет и заехать по пути. прикольно, что-то такое. Я, знаешь, конечно, вся эта ковидная история усложняет все путешествия именно за границу, но я такое, знаешь, все задумываюсь, что хочется куда-то дернуть. Я, как бы, немножко попутешествовал по Европе, там, пару лет тому назад, совсем чуть-чуть, там, Будапешт, Вена был, в Чехии был. Вот. И я понимаю, что что-то надо привносить в жизнь какие-то такие активности, есть куча лоукостов, есть какие-то такие все истории, то есть, что надо немножко себя как-то тормошить, ну, то есть, я только, у меня мысли такие столько стали появляться, просто смотрю на других людей, которые просто, знаешь, такие сидели, что-то, опа, и в Египет покатили в какой-то, то есть, мне Египет не очень интересен, но я потом спрашивал, условно, сколько стоило, и так далее, и они какие-то такие смешные цены какие-то называли, знаю, что просто мониторили, вот лоукост какой-то, вот мы полетели, там пять дней побыли, все классно, вот мы вернулись, свеженькие, загоревшие там работать, и я такой, блин, а почему я никогда так не делал вообще, ну, то есть, я просто уже сам себе вопрос начинаю задавать, то есть, как будто это не так сложно, как мне казалось. Ну, это не сложно, да, у меня сложность в том, что у меня там с гражданством проблема, а так, ну, у меня некоторые моменты, что мне надо визу просто получить, а вообще, ну, вот по друзьям смотрю, у меня есть такие, которые, блин, они всегда в поездках, они именно вот отслеживают дешевые такие поездки и быстро-быстро их цепляют и гоняют, знаешь, сегодня здесь, а завтра уже где-то там, а потом хоп, а потом опять где-то, и это действительно недорого. Я просто себя поймал на мысли, что оказывается, вот в таких вопросах я капец тяжелый на подъем, то есть, я себя считал достаточно легким на подъем, знаешь, на какие-то, ну, движухи, скажем так, а давай это сделаем, а давай то, но именно в путешествиях, в любых поездках, то есть, я даже под Харьковом нигде не был, ну, то есть, под Харьковом же куча есть каких-то по области, каких-то интересных мест, как природных, так и, наверное, архитектурных, я ж нигде не был, вот в плане такого, мне, я почему-то всегда такой, типа, мне впадло, ну, условно, я просто не понимаю, почему я такой, я начинаю задавать вопросы, и такой, блин, да это же не так все сложно, тебя, ну, ты просто немножко внимательнее нужно быть, там, где-то сидеть на каких-то ресурсах, я не знаю, там, авиасейлс какая-то, или еще что-то, и, да, блядь, просто есть же всякие, мне кажется, для этой темы телеграм-каналы, боты, тем более, в которых ты просто отслеживаешь, они тебе всю эту тему сами сыпят, я просто, ну, просто такой, даже, ну, летом, ты вот тогда по Украине путешествовал, а я летом, толком нигде не был, я там занимался, конечно, своими какими-то вопросиками рабочими, там, и так далее, но я только в Киев мотался, и все, и на Западной был один раз, там, родитель, и я просто такой, то ли я что-то неправильно делаю, ну, ну, в смысле, это надо либо в себе что-то менять, либо, либо как-то, знаешь, ну, в результате становится все потому, что надо себе что-то менять, то есть, если я хочу это, значит, надо что-то делать, ну, просто я, знаешь, еще так со стороны наблюдаю, знаешь, кто-то реально, ну, как твои друзья, там, просто из путешествия в путешествие, у тебя, например, есть просто сезонная история, то есть, зимой ты по работе, там, поездишь, тут-дым-сюдым, но лето у тебя раздолье, а я, получается, трудоголик, который не умеет отдыхать никогда. Ну, я летом тоже работаю, я же с ноутбуком катаюсь, ну, такой, я просто уже, ну, так привык, то есть, свою тему в плане, там, моей лавочки, да, я прикрываю на лето, ну, я не пишу, что там я закрыт, я же не очень долго уезжаю, 10 дней, например, да, и если люди пишут, я просто говорю, подождите, там, ну, вот, когда-то приеду, сделаю, ну, вот, когда я ездил в Карпатах, там по работе, ну, рабочая командировка, у меня там жена отправляла посылки, то есть, ну, нормально все так и продолжала работать, а все, что касается, там, маркетинга, СММ и прочего, ну, компьютерных, вот этих дел, то я, ну, не прекращаю ими заниматься никогда, вот сейчас, например, тоже будет, там, Новый год, да, вот эта куча праздников, компания, в которой я работаю, ну, будет отдыхать, склад закрыт, там, на 10 дней, там, еще что-то, но я не прекращаю работать, то есть, потому что на сайт заказы все равно будут оформляться, люди будут, там, через, там, Ликпэй-системы, например, их оплачивать, просто будет висеть объявление, что, там, заказы начнут отправляться, там, с такого-то числа, ну, и люди, как бы, об этом знают, но нельзя, ну, опять же, алгоритм, алгоритм социальных сетей, если ты, там, в одно и то же время, каждый день постишь какой-то определенный контент, то, во-первых, алгоритм, ну, привыкает к этому, да, то есть, к твоей стабильности и систематичности, и пользователь тоже юзер, вот, и у тебя есть, ну, как, ну, есть какая-то своя стратегия, когда ты, например, это делаешь год, а потом на 10 дней, пропал, то у тебя провалится, провалится охват и потом, ну, то есть, это будет потом, ну, как бы сложно нарабатывать, поэтому желательно продолжать это делать, вот такие дела. это уже интересная история, получается, в этом аспекте ты работаешь прям всегда-всегда. — Ну, да, ну, ты сам себе выстраиваешь стратегии, если, например, я там в одной компании, там, делаю, вот, реально, там, в одно и то же время, всегда, там, публикацию, это такая стратегия, в своем, например, в магазине, там у меня два своих рабочих аккаунта, там я делаю по-другому, но тоже стараюсь примерно в похоже время, что-то обязательно закидывать, и что-то еще добивать, ну, как бы еще докидывать, там, если что-то новое, можно еще подкинуть, там что-то, ну, я примерно знаю, ну, как это сказать, блин, ну, как, блин, что-то слово забыл, ну, короче, какое количество, в какое время мне надо что-то опубликовать, то есть, каких-то длительных провалов у меня не будет, ну, не будет такого, что там два дня я ничего там не делал, так я не работаю, то есть, все время что-то должно быть, если нечего запостить, я откапываю какие-то старые публикации, если у меня этот товар есть, я смотрю по статистике, на какую публикацию отреагировали больше, ну, знаешь, по охватам, она же вся статистика в Инстаграме есть, я беру эту публикацию, просто ее повторяю, то есть, раз на нее люди реагировали, значит, она людям интересна, ну, и не факт, что эти люди запомнили, ну, сколько поглощаем информации, правильно, и, ну, она им не будет казаться там какой-то надоедливой картинкой, если они ее увидят там спустя три месяца, но спустя три месяца эту картинку увидят, ну, там, часть других людей, которые недавно меня читают, там еще что-то, ну, и таким образом я все время что-то подкидываю, ну, либо там устраиваю себе день там фоток, да, там куча там чего-то нового, надо все это отфоткать, либо старое перефоткать по-другому, чтобы показать там с другого ракурса, чтобы, ну, вот картинка не приедалась, да, ну, такое. Мы очень много уже, много уже говорим, нам надо пригощать. мы будем. Мне кажется, я сейчас просто усну на работе, а мне надо еще до дома дойти. Получается, у нас такое, через четыре минуты надо спать, через четыре минуты. Извини, мужик. Я еще, я еще сейчас буду отправки паковать, которые я завтра, первой половине дня отправлю. Ну что, у нас такое, после затянувшегося возвращения, вводный подкаст, мы потредели за работу в основном. Ну, почему бы и нет, мы этим живем, это важно для нас. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно послушать двух бородатых старичков. Особенно, если кто-то дослушал это до конца. Да. А если там еще были Харьковские циркачи, то вообще охеренно. Я думаю, что было бы неплохо нам ворваться с тобой, наверное, еще разок перед Новым годом, если получится. Там уже пожелаем всем всего хорошего. Может, даже в более коротком каком-то формате. Ну, это я так сейчас подумал, было бы, наверное, неплохо. Мы можем попробовать вообще это сделать прямым эфиром в Инстаграм. Да, да, тоже неплохая идея. Тогда потом еще детально обсудим время и дату. Да, неплохая идея, значит, прямого эфира, согласен. И там уже можно какие-то темы подготовить. Можно просто вырвать с него звук и в подкаст залить потом. Да, согласен. В общем, ну, то есть, я к чему. Моя идея была, что надо, наверное, еще до Нового года еще разочек пообщаться. И там уже может обсудить какие-то более конкретные темы. А то так выпав, но так долго, понятное дело, что мы просто будем узнавать, как у нас дела. Да. Ну что, всем пока. Да, спасибо всем, кто нас слушал. И кто дослушал. Да. До новых встреч. И всего хорошего. Все. Я выключаю. Да, я тоже. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...